Расшифровки телефонных разговоров фигурантов дела сети попали в СМИ. В них фигурант обсуждает планы создания взрывных устройств и желание испытать их в одном из городов. Адвокаты, правда, сомневаются в их достоверности. Все подробности прямо сейчас. Сделать бомбу и позоровать в каком-нибудь Саранске. В распоряжении Russia Today оказались расшифровки и записи телефонных разговоров фигурантов дела сети, организации, признанной в России террористической. Расшифровки, как сообщается, вошли в материалы уголовного дела. На записи собеседники обсуждают насильственные способы захвата власти в стране, говорят о планах создать взрывные устройства и испытать их в одном из регионов России. В беседе, предположительно, участвует Илья Шакурский, которого приговорили к 16 годам лишения свободы, и засекреченный свидетель Н, соответственно. Подробности. Мы с ними сейчас тренируемся, получаем навыки. Я раньше по зданиям вообще не шарил, то есть шарил на лайтовом уровне, когда ты просто штурмуешь здание каких-нибудь офисных работников, которые не оказывают сопротивления. Я делаю это для того, чтобы действовать в определенный момент, который, я считаю, скоро настанет. Грядут выборы, грядут большие перемены в нашей стране, которые могут привести на порог революции нашу страну. Вот к чему я готовлюсь. Начнем тихонечко. Потом можно и поозоровать. Ага. Сделать бомбу и для начала поозоровать в каком-нибудь Саранске. Саранске? Да. Ничего себе. Сам понимаешь, если какое-то озорство даже у нас будет... То буду проверять местных, да. Конечно. Так что не торопимся пока. Сейчас что тогда? Как мы поступим? Ждем от Андрея рецепты и реактивы, да? Рецепты, да. Потом расписываем с тобой, где что покупаем. В разных местах, наверное, нужно по-любому, да. Конечно. Да и там что-то пробить надо будет. Я, может, попробую пробить. Я тоже порыскаю. А потом с тобой выезжаем в лесок и делаем. Да, нормально. В других частях расшифровки с Шакурским и свидетелем Н общался другой фигурант дела сети, Арман Сагенбаев. Засекреченным свидетелем мог быть Влад Добровольский, неонацист, который вошел в контакт с участниками сети. Но, по словам Шакурского, он призывал антифашистов к радикальным действиям. В итоге они сочли его сумасшедшим и прекратили общение. По версии Медиазоны, передать эти записи следствию мог другой антифашист из Тюмени, Владислав Гресько. Защита заявила, что эта расшифровка в деле не фигурировала. Скорее всего, следователи просто сомневаются в ее достоверности, говорит адвокат участников сети Иван Павлов. В период предстоит апелляционное обжалование приговора вынесенного и рассмотрение дела в Петербурге. Еще только судом первой инстанции. Это все еще впереди. И для того, чтобы укрепить свои позиции при апелляционном обжаловании и при рассмотрении дела в Петербурге, могут быть использованы такие приемы, как вброс информации, для того, чтобы даже либеральные СМИ, а мы видим в обсуждении в это, как бы, втянулись не только такие мастоденты, как Рашид и Дэи, но еще и средства массовой информации, которые всегда, как бы, позиционировали себя либеральными. Это может делаться специально для того, чтобы, вот, скажем так, подогреть общественное мнение, чтобы баланс сил здесь был все-таки в пользу обвинения. Другой вопрос, что следствие, конечно, имеет возможность возбудить новое дело и расследовать его с теми же участниками или там с другими. Неважно. У следствия какие возможности есть. Почему оно не пользуется этим? Ну, может быть, потому что само не верит в действительность этой информации. Адвокат Иван Павлов. Суд признал сеть террористической организации с ячейками в разных городах России. По версии следствия, участники организации планировали нападение на сотрудников полиции и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела сети получили от 6 до 18 лет тюрьмы. Все осужденные свою вину полностью отрицают. Решается судьба, напомню, Левченко, девочки, и Дорофеева, мальчик, которые решили сдаться. Иванкин постоянно переписывался с Челинцыным и сообщал, что тот и пензенцы выступают за то, чтобы Дорофеева и Левченко устранить. Я говорил, вы что гоните? Не надо делать, потому что это, ну, там, матом кошмар. Предлагал другие варианты решения проблемы. Чтобы, например, пензенские уехали. Дорофеева и Левченко по-любому дали бы им на это время. Но они не хотели. Отвечали они, Екатерина и Артем, говорили, что все вывезут, совсем справятся и не вывозят. Это их выбор. Левченко и Дорофеева я отговаривал сдаваться. Предлагал бежать за границу в какую-нибудь европейскую страну. Либо не сдаваться, а если делать это, то не сдавать всех. Мы легенды пытались придумать для следствия. Я придумал для них вариант, возможно, безумный, небезумный. Хорошие, нехорошие были. Либо не решать это так, как задумали остальные. Остальные это участники сети. Кстати, чтобы вы понимали, они отрабатывали разные варианты. Например, когда в случае боя, если их берут в плен и остается один патрон, как двум покончат с собой одним патроном. Я постоянно просил пензенских дать мне время, потом еще и еще уламывал их правдами и неправдами, чтобы не убивать Дорофеева и Левченко. Будет лучше до всех. Мне сказали, все, чувак, ты задолбал. Сейчас будет окончательное решение. Пчелинцев, тот самый, которого вы так все защищаете, правозащитнички, сказал, либо ты с нами, либо под нами, понимая, как хочешь, но ты все понял. Через три недели, в конце апреля, был сеанс связи Иванкина с Пчелинцевым мессенджером. Пчелинцев писал от имени всех остальных пензенских. Можно допустить, что Пчелинцев сам принял за всех решения. Зорин, Сыганбаев, тем более Куксовы в этом не участвовали. Я высказался против Чернов, потом говорил, что был против Шакурский, подтверждал, что был за. Пока принималось решение по поводу судьбы Артема и Кати, они были в соседней комнате в Рязани. Потом они решили, что все, надо их убирать. Место Иванкин выбрал по карте. Потом показывал вот туда, место удобное вроде. Напомню, я вам читаю показания убийцы. Я пытался отморозиться от этого всего, но потом, когда дошло до этого, сказал, я не знаю, может, хоть валить меня девушкой, я заниматься не буду. Иванкин, и Дорофеева, и Левченко были нормальные такие отношения. При этом Иванкин не только что спокойно все воспринял, но был готов пойти на это убийство без проблем. Иванкин был готов убить людей, с которыми у них нормальные отношения. Дорофеева и Левченко. Без проблем. Поэтому тот человек, которому они доверяли, Иванкин, сообщил Артему и Кате, что форс-мажор. Нужно собрать вещи, уехать с квартиры, а пока пожить в лесу. Доехали на каких-то автобусах, троллейбусах до северного выезда из Рязани. Прошли несколько километров. Сели на попутку, доехали по трассе на уровне деревни Лопухи и пошли. Это все рассказывает полтавец. У Кати Артема были мелкие рюкзаки, буквально на 20 литров. А у нас были побольше, на 40-50. Обрезы Иванкин держал в рюкзаке. Уже на месте достали, потому что типа нормально в лесу. 410-й он и так короткоствольный, а 12-й была длинная. Ее пчелинцев отпилил еще, когда ждал нашего отвоза в Рязани. Иванкин предполагал, что все пройдет ночью, тихо, без выстрела, пока не спят порезать шеи. Но они настолько закутанные, подо всем лежали. Если подойдет, что захочет что-то сделать, проснуться. Шарф, куртки, спальник. Естественно, нужно все это было снять. Я не мог и морально, и физически. Иванкин тоже, во всяком случае, я его отговорил, затягивал время. В итоге так до утра все прошло. Когда рассвело, Иванкин стал говорить, что времени ждать нет, надо действовать. Солнце только встало. Он сказал Кате Левченко, пошли соберем дрова или еще что-то. Точно не помню. Но кажется, это касалось двора. Типа распалить костер. Потому что вместе их убивать я бы не потянул. Уходя, Иванкин показал на них, типа, он сейчас будет все делать. Я должен был сам с Артемом. Я не видел, что там происходит. Это было не в зоне видимости. Но я понимал, что все начнется сейчас. И на всякий случай убрал от Артема подальше Сайгу. А сам находился рядом с 12. У меня был патрон в патроннике на предохранителе. Так всегда было на случай, если кто-то нападет, вам нужно будет быстро среагировать. Через некоторое время Левченко закричала. Крик небольшой. Потом «Помогите!» И будто заткнули. Мы с Артемом сразу подскочили, стоим друг на друга, смотрим, не понимаем, что происходит. Буквально через 20 секунд бежит Иванкин. Он нож убрал, но когда подбежал ближе, у него на руках стала видна кровь. Тогда я снял предохранитель. Когда я понял, что уже одно убийство произошло, то выбора больше не было. Уже некуда было деваться. Может, раньше надо было отказаться, но неизвестно, чем бы все закончилось. Я навел ствол на Артема. Успел сказать «Извини» и выстрелил. Не знаю, поверите ли мне, что я извинился. Эту сути не меняет. Меня не делает хорошим. Просто звучит тупо и ужасно. Патронные были магнум. С высокой юбкой, вроде красного цвета. Мощные. Чтобы с обрезанным стволом, после выстрела, досылал следующий патрон в патронник. И потому что с обрезанным стволом был очень большой разлет картечи. Парень упал на колени, начал стонать. Лицо поплыло, смотрел никуда. Я в полном шоке, что он мучается. Сразу же перерезал ему артерию. И он затих. Я резал артерию не из-за того, что хотел что-то причинить ему, а потому что он мучился. Это были бы секунды. Но я не хотел, чтобы хотя бы какое-то время человек мучился. Я был в полном шоке. Но так как произошел выстрел, Иванкин сразу, надо быстро валить отсюда, давай быстро выкапывать ямы и валить. Я начал копать на месте, а Иванкин сначала помогал, потому что говорил, не уходи, чувак, мне было страшно. А потом такой, все, надо сваливать отсюда. В итоге я один закапывал, не очень глубоко. Иванкин копал там, где было тело Левченко. Иванкин отмывался спиртом, с ножа и с себя отмывал. Я не знаю, какая судьба ножа Иванкина. А у меня был обычный нож, кухонный. В городе я положил его в мусорный пакет и выбросил в бак. Нильзу тоже подобрал кто-то из нас. Рюкзаки Дорофеева и Левченко мы спалили. Когда собирались уходить, Иванкин такой, ай, я ей давал деньги, у нее они остались в кармане. Надо достать. Он хотел достать деньги, потому что действительно у нас их не было. А там лежало одна или две тысячи рублей. Я его отговорил это делать. К вечеру Иванкин отчитался пчелинцам, что типа все хорошо. С Иванкиным мы особо не говорили. Я постоянно говорил, это кошмар. А он, все, уже успокойся. Иванкин сказал, что она, Левченко, закричала, потому что ему помешал шарф. Я понимаю, что никакие мои слова не смогут вернуть родителям Кати и Артема детей. Но надеюсь, что мое признание хотя бы поможет понять, что произошло на самом деле. И поможет в раскрытии этого ужасного и бессмысленного преступления. Я все эти годы виню себя, что повелся и участвовал в этом, вместо того, чтобы предотвратить. Полностью осознаю свою вину, совершенном и раскаиваю. Через пару дней после покинул страну. Стволы остались с Иванкиным. Я слышал, он их где-то прикопал или что-то такое. Они же не испарились. Из них, из всех, Куксов ни в чем не участвовал. Я его видел один раз во время похода. Куликову, думаю, дали понять, чувак, не сдавая опросов, можешь больше не спрашивать о тех, кого убили. Он тусил с ними. Это все рассказал Алексей Полтовец. Расследование «Медузы» о причастности фигурантов в дело сети к убийствам и продаже наркотиков вызвало огромный резонанс. Эту статью процитировал в своей итоговой программе Дмитрий Киселев, назвав «Медузу» зарубежным сетевым изданием. Ранее «Россия-1» не упоминала издание вслух даже в деле Ивана Голунова. В комментариях материал «Медузы» называют заказом ФСБ. Многие ставят под сомнение источники и результаты расследования. Статья начинается с рассказа якобы знакомого участников пензенской ячейки сети некого Ильи. По его словам, в 2017 году по приказу руководителя группы Дмитрия Пчелинцева анархисты убили двоих своих подельников по продаже наркотиков Артема Дорофеева и Екатерину Левченко. Эту версию подтверждает другой собеседник «Медузы» Алексей Полтовец, который якобы участвовал в расправе, после чего бежал за границу. До этого разговора Полтовец свое участие в убийстве отрицал. Авторы расследования говорят, что ФСБ изначально знала об убийстве, но передала материалы в Следственный комитет, а вывела этот эпизод из дела в пользу обвинений в терроризме. Адвокаты подсудимых информацию опровергли. Дорофеев действительно был найден мертвым, Левченко до сих пор считается пропавшей без вести. Медийное общество, которое после вынесения приговора заметно поддерживало участников в сети, называет расследование «Медузы» большой ошибкой. Участник проекта ОВД-Инфо Алексей Полихович рассказал в Фейсбуке, что знаком с главным источником информации Ильей. Полихович назвал его не очень уравновешенным человеком, который лично заинтересован в этой истории. Он пишет, «В день публикации моего первого текста про пезденскую сеть Илья написал мне истерические сообщения в личку, обещая сломать ноги за то, что я называю ребят антифашистами. По его мнению, любая политизация дела навредила бы. Я знаю Илью, и поэтому у меня к Медузе возник ряд вопросов. Почему в тексте нет ничего про личный конфликт Ильи и Пчелинцева? Почему не упоминается, что Илья после того, как Пчелинцева посадили, стал встречаться с его женой, теперь уже бывшей? Вообще, Илья любит лезть во все истории, которые считает важными и интересными. Он плодит по одной или больше безумной идеи в день. Редактор «Медиазоны» Егорского рода в своем телеграм-канале рассказал, что знал о версии с убийством уже давно, но до сих пор ее проверяет, потому что как профессионал не стал бы опубликовать материал так поспешно. Ноги обратили внимание на то, что расследование появилось в ночь на субботу перед длинными выходными и было не очень удачно структурировано. Журналист и правозащитник Зоя Светова назвала расследование Медузы «Беспомощным». Зачем публиковать материал, если в постсвистории вы указываете, что вскоре опубликуете тщательно проверенную информацию? Савтор статьи Максим Солопов в интервью «Эхо Москвы» сказал, что Медуза старалась тщательно проверять информацию. Но последним пунктом стало то, что мы нашли человека, который был причастен к самому преступлению. Имеется в виду Алексей Полтовец. Когда нам сам человек признался в этом преступлении, мы не могли дальше просто скрывать эту информацию. По словам руководителя отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова, расследование невозможно воспринимать как подтверждение правоты следствия. Он пишет, «Факт того, что признания были даны под пытками, никто не отменял. И если они совершили убийство, то сначала они должны быть оправданы по делу о терроризме. Власти в любом случае совершили ошибку». Наблюдательный совет и редакция «Медузы» считают вопросы к публикации справедливыми и уже готовят на них официальный ответ. «Мы не сидим сложа руки, реакция будет в ближайшие дни», пишет в Facebook член Совета, основатель проекта «Зе Белл» Елизавета Осетинская. Свою публикацию она закончила предупреждением, что любой, кто назовет «Медузу» агентом ФСБ, будет заблокирован. Но другого объяснения практически нет, говорит главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. «Сначала я подумал, что это кто-то вбросил, и это не является достаточно точным материалом. Но в любом случае я считаю, что это вброс, наверное, от спецслужб, для того, чтобы эту ситуацию немножко развернуть в другую сторону. Но еще раз повторяю, у меня нет пока точки зрения. Надо просто ждать и смотреть, что будет дальше». «А как это отразится на «Медузе»? Тоже сложно пока сказать». «Ну, мне сложно сказать, потому что «Медуза» — это не российское издание. Мне, в общем-то, все равно, что с ними водят, в конечном счете». Павел Гусев в предисловии к расследованию авторы материала признали, что им самим тяжело принять то, о чем они пишут, и что это может стать серьезным ударом для всех сочувствующих, обвиняемым по делу сети. В городах России проходят акции в поддержку осужденных, но после публикации расследования «Медузы» ряды сочувствующих поредели, говорит председатель Национальной общественной организации за права человека Лев Пономарев. Первое, все это небрежные расследования. Второе, оно наносит колоссальный ущерб в решении той первой задачи. Не только защита вот этих ребят. Эта публикация, она смещает акценты, снимает некое напряжение всей этой борьбы. И, конечно, наши ряды, наверное, немножко подкосило это. Я не поверю. У ФСБ такие возможности фабриковать любые обвинения. И я сам как-то человеком занимаюсь давно уже защитой пострадавших от ФСБ. Я знаю точно, что может быть подана очень правдивая картина, которая подтверждает то, что там Дмитрий Пселинцев тоже заказал какое-то убийство. Я все равно не поверю любому расследованию, которое будет делать сейчас государство, доказывая, что фигуранты дела в сети, какие-то там заказчики убийц, скажем, или убийцы, да. Лев Пономарев. 10 февраля семеро участников признанной в России террористической группы «Сеть» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Подсудимые заявили, что признательные показания они дали под пытками.